Приветствую вас! Исходя из характера ваших отношений, исходя из того, что они у вас свободны, отношения, и исходя из того, что вы не хотите его расстраивать, дабы не чувствовать себя идиоткой, ну, идиоткой вы, конечно, не будете, если вы будете его расстраивать, вы будете скорее ревнивицей, скорее вот каким-то вот таким человеком, который давит на мужчину по его мнению, да, и так далее, вот. То есть я думаю, что ситуация скорее будет вот такой, то есть ни о каком идиотизме речи не идет, если у вас свободны отношения, но все-таки отношения, то я полагаю, что, ну, на что-то вы тоже имеете право, и вот мне подсказывает, что это именно та ситуация, в которой вы имеете право, там, допустим, расспрашивать или что-то узнавать. Но, вы говорите о том, что, во-первых, у вас есть противоречия. Смотрите, вы говорите, что мужчина, с которым я не так давно общаюсь, уехал с друзьями в Таиланд. При этом вы говорите, что мы общаемся по времени прилично. Так, недавно или прилично вы с ним общаетесь? Если прилично, это одно. Тогда возникает вопрос о том, собственно, почему при приличном количестве общения, при приличном времени вашего общения, вы все равно находитесь в свободных отношениях. Если недавно, то имеет смысл тогда задать вам вопрос немножко другой. Если недавно, то имеете ли вы, допустим, право тогда вообще какие-то претензии предъявлять своему мужчине и так далее. Здесь все проистекает из того, какие у вас отношения и вообще каков уровень, допустим, доверия между вами. Вот это вот, пожалуй, тоже очень и очень важно. Потому что, если доверия, например, нет, то, соответственно, любой вопрос будет вызывать у него только лишь раздражение. Я не думаю, что вы этого хотите. Я не думаю, что это то, чего вы хотите сам. Сам, да? Далее, вы говорите, что у вас свободные отношения. Свободные отношения, понятие, к сожалению, оно такое, знаете, довольно растяжимое. То есть, каждый понимает под свободными отношениями что-то свое. Вот мужчины, например, понимают под свободными отношениями, я уверен, одно. Вы под свободными отношениями понимаете совсем другое. Нужно, чтобы либо вы пришли к определенному знаменателю того, как вы видите отношения, и чтобы мужчина пришел тоже к определенному знаменателю того, что такое свободное отношение. И для начала, я полагаю, что уместно спросить вас о том, как вы понимаете эти самые свободные отношения. Именно вы. Именно вы, как их понимаете, что они для вас из себя представляют. Это вот первое. Второе. Насколько концепция отношений, насколько концепция свободных отношений включает в себя подобное поведение? Если вы говорите, что вам неприятно, ну, значит, вам действительно неприятно. И я полагаю, что либо вы концепции свободных отношений все-таки не готовы, и тогда, простите, это означает, что у вас вынужденная форма этих отношений. То есть вы, получается, были вынуждены вот в такие отношения вступить. И вопрос заключается в том, почему вы были вынуждены вступить в такие отношения. Именно, почему вы были вынуждены вступить в то, что он делает, но в таком случае вы оказались, например, не готовы. Вы оказались не готовы к тому, что произошло. И получается, что чувство у вас в таком случае к мужчине, ну, вероятно, куда более сильнее, чем изначально вы, например, думали или предполагали. Вот. То есть это такой момент. Далее. Далее. Значит, вы спрашиваете о том, что вам делать. Вы спрашиваете о том, как себя вести. Вы знаете, формально, формально, Я с вами согласен, что настаивать на каких-то вот расспросах не является чем-то правильным. Настаивать на каком-то доставлении тоже не является чем-то правильным. Здесь я с вами согласен. Я предлагаю вам такую вот модель поведения. Значит, вы ведете себя снизу, как ни в чем не бывало. Я имею в виду, с мужчиной со своим вы ведете себя так, как будто ничего не произошло, Но при этом несколько более отстранен. То есть может быть холодно немного, может быть немного, знаете, так, безинициативно, Может быть пассивно. То есть, чтобы он увидел, что в вашем поведении, в вашем отношении к нему, что-то произошло. Вот это, пожалуй, и является наиболее правильной моделью поведения с детьми. Так, как это видится мне, по крайней мере. И если вы будете вести себя так, то у вас будут все шансы на то, чтобы и ему показать, что вам неприятно, но показать адекватно. И самой не скатиться в обычные представания, сцены ревности, там, и так далее. Я думаю, так. Я думаю, так вам следует поступать в данной ситуации. И, пожалуй, еще хотел бы вам сказать о том, чтобы вы все-таки постарались подумать, что для вас свободные отношения, что они из себя представляют, насколько они вам подходят. Потому что, ну вот, определенно, что вы свободные отношения вот принимаете не так позитивно, как могло бы быть, например. Вот. На этом все. Надеюсь, что он помог вам. Ну, если у вас остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. А, пожалуй, последнее, что вот мне хотелось бы добавить, да, по поводу того, что вы пишете, что для вас это неприятный момент. Вот. Неприятный момент. Почему? Для вас он чем неприятный? Ну, понятно, что он неприятный тем, что мужчина уехал в отпуск, там у него были эндрички, алкоголь и так далее. Это понятно. Но у вас здесь свободные отношения. Значит, формально он может так поступать. Значит, получается, что вы не готовы к свободным отношениям. Если вы не готовы к свободным отношениям, то зачем тогда на них соглашаться? Ради чего? Что вами двигало? Подумайте об этом. Я вам желаю удачи. Я вам желаю всего доброго и успешного разрешения данной ситуации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!